Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблицы в виде новых записей в сервис Notion. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, вы сможете добавлять новые записи в Notion, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие, загрузить строки новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль. Далее необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых будут выгружаться новые строки. В поле «Начать загрузку данных со строки номер» вам необходимо указать номер строки Google таблицы, с которой вы хотите начать выгрузку. Например, если у вас в таблице находится 1000 строк и вы не хотите все эти строки передавать, вам необходимо в этом поле указать цифру 999, для того чтобы начать загрузку с последний из них. В данном случае у меня в таблице находятся две строки, поэтому я в этом поле укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные из строки, которые указали в настройках. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем систему Notion. Далее необходимо указать действие, добавить запись. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Notion к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Notion. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашими базами. Я рекомендую отмечать галочками сразу все доступы. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать базу данных, в которой вы будете добавлять новые записи на основании новых строк из Google таблиц. Далее вы увидите поля выбранной базы данных. В эти поля вам необходимо назначить переменные из Google таблиц. Для того чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Notion при каждой новой строке из Google таблицы. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Notion». После успешной отправки, переходим в Notion и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Notion успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи!